Лановская, спросит, почему там номер как-то нету? Есть несколько обзоров, документы, я все прикреплю, чтобы вы не думали, что я там вру. Никогда не думала, что моя жизнь так сильно изменится и зарадостно превратится, ну вот эти дни по крайней мере в, не знаю, самые несчастные. Оказалось, что у меня самый распространенный там рак щитовидки, папиллярный он по-моему называется, причем у меня в правой доле и у меня в первой степени. И как я понимаю, мне повезло, потому что лимфатическая система лимфы не задета и, соответственно, ну, мне не нужна химия, мне не нужно ничего принимать, то есть для меня это просто операция. операция такая, что мне нужно вырезать всю щитовидку, несмотря на то, что у меня правая часть только. то есть мне посоветовали вырезать сразу все, потому что, чтобы не было рецидива. узнала я об этой шишке год назад и подумала, что просто что-то воспалилось после того, как я заболела. Важный момент такой, знаете, перед этой новостью я сбила лося. Да, у меня есть видео, где я показывала, и мне все говорили, что я отделалась легким испугом. Так вот, сейчас у меня аналогичная ситуация, что у меня рак, да, хоть и первой степени, но это рак с удалением щитовидки. Но получается так, как будто я должна отделаться испугом, потому что пришла на ранней стадии, пришла вовремя, как врачи говорят, и вообще рак щитовидки самый лайтовый, как они говорят, его приятно лечить, и почему-то передо мной едут гаишники, непонятно почему, поснимаю гаишников. В общем, смысл в том, что именно рак щитовидки лечится он операбельный, как они его называют, и после удаления, как правило, там типа, все живут долго, ну, не умирает, да, быстро, как от обычного рака. Важный момент, мои гормоны все показывают норму. ТТГ, Т4, кальцитанин, то есть все в норме. Получается, если бы эта шишка не подросла, а она за год подросла практически на два сантиметра. я не особо и сейчас ее чувствую, я ее почувствовала только после того, как заболела ротовирусом, проблевавшись, и поняла, что что-то не так в моей шее. Но после того, как я выздоровела, вроде как все нормализовалось, но остался легкий привкус, как будто немножко что-то, да, что-то в шее осталось, но такое совсем легкое и такое нетрудное. То есть, по идее, может быть, и не обратилась бы, но видно снаружи. Вот я вижу, другие люди говорят, что не сильно заметно, потому что шея у меня худая, вся в венах и непонятно вообще, шишка это или что. И вот, поэтому смысл во всем есть, прислушивайтесь ко всему, не только к каким-то знакам снаружи, они тоже есть по типу моего лося, что что-то будет, и также к своему организму, который и посылает какие-то сигналы, не просто так. Если бы не ротовирус, я бы не почувствовала, я бы не поняла, что в моей шее что-то не так, глотать как-то мне странно, в общем-то, обычно УЗИ, да, если бы еще он не увеличивался, все, это был бы капец, он бы не увеличивался, анализы у меня все в норме, все, никто бы не стал акцентировать внимание на том, что у меня что-то не так, потому что, еще раз говорю, гормоны все идеальные, все, это прям вот как ни странно, я не понимаю, почему, у врача тоже спрашивают, он тоже не может дать ответ, говорит, да, к сожалению, гормоны часто бывают в норме, вот это вообще загадка, как такое может быть.